У вас есть такая поговорка, со сковороды до вогонь. У вас закончилась одна проблема, а начинается другая. Какие последние слова были Исава о Иакове? Да, убью тебя. И он говорит, ну прежде чем я дойду туда, нужно удостовериться, хочет ли он меня все еще убить. И он посылает посланников, которые бы сказали, вот я возвращаюсь домой. И посланники идут от Исава. И они говорят, Исав идет. И с ним четыреста человек. Зачем ему понадобилось брать с собой четыреста человек? Это же не просто его парочка самых ближайших друзей. Это как армия какая-то. И что подумал Иаков обо всем этом? Что же мне делать? Он берет часть от своих стат. И говорит, возьмите все это, приведите к Исаву. И он делает расстояние между собой, между ними. И говорит всем, что это дар от Иакова. На тем девятом стихе. Он молится. Он говорит, о Господь Бог. Помнишь, что ты сказал? Ты же сказал, что я безопасно возвращусь домой. Если ты помнишь, что ты сказал, то хорошо бы сейчас об этом задуматься. Он спал там в ту ночь. И в двадцать четвертом стихе. Это говорит, что Яков остался один. И боролся некто с ним до появления зари. И тот, который боролся с Яковом, увидел, что не может его одолеть. И он коснулся бедра его. И его бедро вышло из... Сместилось. Что? Я сказал, что ангел вероятно знал, что такое Кравмага. Давайте скажем Кравмага. Я объясню. Но Кравмага это? Как израильские противооборотные войска. Наверное, он его так заблокировал, что вывихнул его бедро. Все равно Яков не мог победить. И говорит, дай, отпусти меня. А ангел не мог победить. Отпусти меня. Яков говорит, о нет. Пока я не получу благословение. Ангел спрашивает. Как тебя зовут? Яков. Больше не так. Отныне будет твой имя не Яков, а Исраэл. Ты боролся с Богом. И победил. И Яков спрашивает. Как тебя зовут? Хороший вопрос. Я не думаю, это был такой очень вежливый акт. Очень приятно познакомиться. Как вас зовут? Но с кем же я борюсь? Не спрашивай. Но Яков понимает. И называет то место Пени-Эл. И означает, это лицо Бога. И говорит, я видел Бога лицом к лицу и остался жив. Потому что традиция такова, что никто не может увидеть Бога и остаться в живых. И это означает, что Бог во всей своей славе. Должен скрыть полноту своей славы, если собирается открыть, явить себя нам. И поэтому Яков поднялся, и он хромал с тех пор и до дня своей смерти. Что это иллюстрирует? Я уверен в том, что вы слышали учения о борьбе Якова с Богом. Молиться до тех пор, пока ты не одолеешь и не победишь. Да? Не так ли? Слышали? Но когда вы имеете силу, желание и удовольствие. Как это? Что у вас есть сила, желание и выносливость продолжать свою молитву, пока получите ответ от Бога. Я слышал учения. Ты просто помолись однажды о чем-то. И если я помолился о чем-то дважды, это означает, что у тебя просто веры не было. Я не думаю, что это вообще правда. Такого вообще нет примера в Писании. Люди берут какой-то стих, и говорят, что если ты молишься с верой, то тогда ты получишь то, о чем ты молишься. И вырывают текст из контекста. Ну, не совсем из контекста, но неправильно используют его. Как Павел говорит, он множество раз молился об одном и том же. Будь то личная нужда или молитва о других людях. И я слышал множество учений от верующих, которые знают больше, чем Павел, даже более духовно, чем Павел. По крайней мере, они так думают. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Поэтому приходит такое время в молитве, когда то, что мы на самом деле хотим, и Бог нам скажет. Я услышал тебя. Больше не надо молиться. И затем мы можем начать благодарить Бога. Потому что Бог сказал нам, что Он услышал нас. Это совершилось. Но люди, которые учат так, они что-то пропускают. Молитва — это больше, чем просто просить Бога сделать что-либо. Молитва — иногда это борьба, которая изменяет нас. Это понятно? И иногда Богу нужно говорить к нам. Он имеет изменения, которые Он хочет сделать в нас. И Он приготовил некоторые изменения, которые Он хочет привнести в нас. У Него есть прорывы, которые Он хочет, чтобы произошли в нашем Духе. И они произойдут только тогда, когда мы настойчиво ищем Бога в чем-то. Это понятно? И если мы говорим, «Я помоился один раз, и это сделано». И это только так мы молимся. Тогда у нас что-то будет, которое никогда не будет преломлено. Вся глубина прикосновения к Богу, которую мы никогда не испытаем. Яков поднял свой взор и увидел Исава, который приближался к нему. Поэтому в определенном порядке Он разместил своих слух, своих жен. Те, которые были менее ценные. И помните, что произошло между Яковом и Исавом. Исак любила Исава, но Ребекка любила Якова. И из-за этих очевидных различий в привязанностях, что привело к большим проблемам между Исавом и Исавом. И что Яков, конечно же, излег для себя урок для этого. Но он повторяет то же самое. Anyway, Исав went ahead of all of them and ran to meet Исава. He went to... This is verse 4, chapter 33. And so he falls on Исава's neck and he kisses him. They weep together. Яков пошел перед ними, поклонился до земли семь раз, подходя к брату своего, побежал к Исаву, на встречу обнял, упал на шею, целовал его, и они плакали. И очевидно, что, когда он увидел Исава, когда он приблизился к нему, он увидел, что Исав уже не планировал его убивать. Они разговаривали друг с другом, Исав спрашивает, что это за животных ты мне тут даешь, чтобы найти благоволение в твоих глазах. Исав говорит, «Да у меня много всего есть, мне не надо еще». Яков говорит, «Нет, пожалуйста, возьми это». «Если ты возьмешь это, то это знак для меня, что я нашел благоволение в твоих глазах». Вероятно, это был способ предотвращения Исав переменит свое мнение в будущем. Когда вы приняли все эти дары дары примирения, тогда вы не можете возвращаться назад. И позже потом решить, «Надо было его убить, когда у меня шанс был». И если вы принимаете эти дары примирения, это как соглашение о том, что все в порядке, все нормально. Исав говорит, «Давай, пойдем со мной». Ну, Яков не сильно так этого хочет делать. «Нет, я не могу пойти с тобой». У меня тут маленькие дети и животные. И мы будем очень медленны только из-за этого. Исав говорит, «Ну, давай тебе парочку моих человек дам, они тебе покажут дорогу». И Яков говорит, «Да нет, нормально, не надо ничего давать, мы в мире с тобой». И 18 стих. Яков приходит в город 19 стих. «Город Сехем», где они располагаются. И Яков покупает участок земли. И строит жертвенник. Что же он делает после возвращения в землю? Он строит жертвенник. Это его поклонение, благодарение. Вспоминая завет. Воспоминание о завете. Третья четвертая глава говорит о том происшествии. Когда Дина появляется в истории. Она идет в город, чтобы посетить некоторых женщин. Иметь как бы общественные связи, познакомиться с новыми людьми. И сын правителя города он насилует ее. И он любит ее. Может быть, это не было как полное насилие. Но так же то, чего не должно было быть. Произойти. Сехем говорит со своим отцом и просит, чтобы он взял ее ему в жены. То, каким образом это работало. Отец, отцы договаривались, приходили к соглашению. Отец идет. Но Яков услышал, что произошло с Диной. И этого не должно было быть. И когда сыновья входят, они это слышат. И они разлились. И они сидят и слушают разговоры их отца с правителем города. И он приходит и говорит, слушай, мой сын хочет твою дочь в жены. Хамор говорит, мой сын хочет твою дочь в жены. И Емор говорит, что мой сын хочет взять твою дочь в жены. И почему бы вы живете с нами? Мы сделаем отношения, просто живите здесь, и мы будем все одной большой счастливой семьей. И это хорошо для народа Сихема. Потому что они видят, что Яков и его семья очень богаты. Много сыновей, много слух. И их город также станет сильнее и более успешен. И в 13 стихе говорится, что отвечали сыновья Якова с лукавством. Говорят, хорошо, мы так и сделаем. Но все ваши мужчины должны обрезаться. В 18-19 стихах Емору и Сихему это понравилось. И юноша не умедлил исполнить это, потому что любил Дину. Он был уважаемым всеми. Они подошли к воротам города. И говорят, вот в чем наш договор. И рассказали им все те преимущества. Если они останутся, то те будут процветать, будут сильнее. Но только всего лишь один факт. Вы должны обрезаться. И все согласились. Хорошо. И обрезание во взрослом возрасте это другое, чем быть обрезанным в младенчестве. Это более усложненно, а также болезненно. И в то время они не пользовались какими-то хирургическими особыми методами, либо у них не было болеутоляющих средств. Поэтому к третьему дню у них все еще была боль. И два брата, Симон и Леви, они были братья Дины. Полноценные братья Дины. Они пошли и убили каждого мужчину. И они забрали все имущество в городе. Они забрали маленьких, они забрали жены, забрали детей. И в тридцатом стихе говорит Симону и Левию, посмотрите, что вы сделали. Теперь все они будут меня ненавидеть. Возможно, вы убили мужчину этого города. И все из-за того, что мы обманули их и у них были боли. И теперь все остальные будут искать нас. Что они отвечают? Разве можно поступать сестрой нашу как сблудницу? И так якобы пришлось смириться с ситуацией и думать, что дальше делать. С счастью их Бог был рядом. И который сказал Якову. Иди в Бейт-Эл. То место, где я впервые говорил к тебе. То место, где Бог твоих отцов стал твоим также. и построить там жертвенник. Возвратись к тому первому месту и обнови завет. Обнови взаимоотношения. Хорошо? Посмотрите на следующий стих. И каждый, кто был с ним, бросили богов чужих, находящихся у них. И сказал, очисти себя. И хотя Яков все еще хотя Яков ходил с Богом, жил с Богом, то многие люди в этом стане не были так близки с Богом. Это понятно? У них были свои идолы. Возможно, они верили в Бога Якова. Но все равно они шли на компромисс с религиозной системой того времени. Поэтому на основании такой чрезмерной нужды в Боге возникает новое искание Бога. и это дает новый уровень чистоты всей их семье и всему их к нему. Что происходит дальше? Когда есть искреннее покаяние, мы даже это можем назвать как пробуждение, но это современный термин, который мы используем к тому древнему событию. и в пятом стихе говорится, когда они уже шли в Бейт-Эл, страх Божий напал на все окружающие города. И никто их не трогал. И какой урок мы можем взять из этого? Когда мы живем с Богом во всей полноте, Бог будет решать проблемы с нашими врагами. Это понятно. Верующие все еще могут быть преследуемы. Это понятно. Но что говорится в притчах? когда пути человека угодны Богу, то даже его враги будут примиряться с ним. И даже если есть люди, которые не любят нас, то какова наша первая ответственность? Убедиться, что наш путь угоден Богу. И Бог позаботится обо всем остальном. В седьмом стихе приходят в Бетел, строят там жертвенник. И восьмой стихе небольшая вставка в историю. Дебора, Ребекка, умерла и она была и погребена. В девятом стихе Бог снова является Якову. Благословляет его. Снова напоминает ему. что тебя больше не будут называть Яков. Но Израиль. И восстанови Библии. Пророчески книгах, других книгах. Иногда говорится Яков, иногда говорится Израиль. Иногда они взаимозаменяемы. Я читал также некоторые комментарии, Каждый раз, когда говорится слово Израиль, Яков, каждый раз, когда говорится Яков, то подозревается Израиль во всей их слабости, во всех грехах. Но когда используется слово Израиль, то Израиль, это который в своем идеальном состоянии, это красивая идея. единственная проблема если вы почитаете те моменты, используются слова Яков, Израиль, то такого не бывает. Такого нет. поэтому он повторяет все те элементы Завета, я тебя умножу, великий народ произойдет от тебя, это твоя земля, я благословлю тебя. И затем говорится, что Бог с места, на котором говорил Ему. И это пример того, что Бог говорил к Нему не просто голосом или откуда-то с неба, но какого-то рода это было физическое явление. И они пошли от Вифиля. И они близи от Вифлеема Бейт-Лехема. И Эфрат. И Рэйчел была родственной второй раз. забеременела во второй раз. она умерла во время родов. И назвала сына сын боли. Но отец назвал его сын по мою правую руку. И Яков поставил над гробом ее памятник, который до сегодня. Когда я только уверовал, то я снова и снова перечитывал всю Библию. и каждый раз, когда я читал эту историю, я плакал. И я думала о той большой любви в жизни Якова. И его грусть и печаль. это признание тому, насколько это было болезненно и больно Якову. Иногда Бог приносит боль в нашу жизнь. Это просто часть его процесса развития его характера. у нас. В разные времена я спрашивала разных людей. Каковы были те времена, когда вы больше всего узнали Бога, научились от Бога? Когда вы духовно больше всего выросли. Когда было все хорошо, или трудные времена, не знаю, как вы, мне боль не нравится. Мне не нравится страдание. Мне даже неудобство не нравится. Я хочу, все было по-моему, поступает Но не всегда так поступает Бог. Много лет назад была написана одна книга в Америке. Он говорил о тапе тапе и в этой книге был такой пример о том, как плетут гобелен. И он говорил о нашей жизни, что наша жизнь тоже как гобелен. И название этой книги «Темные нитки, которые нужны мастеру». Я думаю, что это великая иллюстрация того, как действует Бог. 21-22 Израиль продолжает свое путешествие. И когда они только еще жили в земле, Рубин переспал с наложницей своего отца. И отец услышал об этом. Симон и Леви, которые совершили такое насилие. они шли вторыми в этой цепи детей. А первенец Рубин это сделал. Это очень важно увидеть. Потому что в 49-й главе мы увидим, четвертый сын принимает обетование того, что семя придет через него. И затем 27-м стихе. И пришел Яков к своему отцу в Хеврон. И сказано, что Исаак умер во возрасте 180 лет. И его сыновья погребли его. Сколько лет было Аврааму, когда он умер? 175. лет. И Исаак было 180 лет. И позже, когда Иосиф будет перед лицом фараона, фараон спросит его, сколько тебе лет? О, я не стар совсем. Мне всего лишь 130 лет. 36-я глава история Исаак и его сыновей, сыновей, сыновей и так далее. И мы вообще не будем в это углубляться. Если вы хотите знать конец Исаак конец Исаак 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 Небольшой книги Овадья. Еще? Обадья? Обадья. Обадья. Это прямо после книги Амоса. Только одна глава. И что мы видим в книге Авдея. Здесь в Генесисе мы читаем о Исаак 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 но в Авдея мы видим как его характер провелся во всей его полноте. И зло и насилие которое было в Исаак полностью расцвело в более поздних поколениях. Почти 11.20 Давайте сделаем перерыв а потом перерыв